Всем привет! Вы на канале Рецепты от Николаевны. Сегодня я вам хочу показать, как можно приготовить салат нигирь. И собирать мы будем также в виде снегиря. Итак, нам понадобится 2 небольшие средние картошки. Отварили на крупной терке, потерли. Грудиночка 400 грамм, мелко порезали. Лук красный, если же это маленькая головка, мелко режем, маринуем. Если же у вас крупная, значит только берем половиночку. 2 средних помидора режем небольшими квадратиками. И также на ситечко, чтобы стек лишний сок. Банка черных оливок без косточки. Делим оливки на 4 части. Это для украшения. Яйца у нас будем отделять. Желток от белков 5 штук. 100 грамм сыр. Майонез у нас 8 ложек. 3 зубчика чеснока. Несколько зерен граната. И несколько веточек укропа. Это все пойдет для украшения. Итак, если у вас есть кондитерский мешок, значит примерно вы уже нарисуете майонезом. Такой вот силуэт птички. Еще что я вам хочу показать. Это сразу вам покажу. Клюв вырезали из помидора. С помощью вот таких вот пробочек. Значит это у нас белок и оливка. С помощью этих крышечек. Оливочку срезали. Это у нас глаз. Итак, приступим. Будем собирать. Итак, первый слой у нас идет картофель. Выкладываем по контуру. И смазываем майонезом. Второй слой у нас идет мясо. Работайте в перчатках. Не бойтесь. Все это хорошенечко форму. Вот так вот руками, пальчиками. Так все это поправляйте. И у вас все получится. Сейчас будем смазывать майонезом. После мяса выкладываем лук. Сверху лука выкладываем помидор, но не весь. Оставим для украшения. После того, как промазали помидор с луком майонезом, выкладываем аккуратно желток. Слегка желток промазали майонезом. Сделали такую небольшую сеточку и размазали. Сейчас покроем сыром. Итак, сырок мы тоже слегка промазали майонезом. Завершающая часть у нас будет белок. По всей фигуре птицы потихонечку выкладываем. Итак, снегиря мы уже собрали. Сейчас будем выкладывать, значит, наши оливки. Будем головку, крылышко и грудиночку. Как я уже говорила, оставшиеся помидорки. Итак, оливки расклали, отделили головочку, глазик, клюв, грудиночку помидорками, крыло, хвостик. И сейчас сделаем, как будто бы он сидит где-то на веточках. И посыпем зернами граната. Как будто бы это какая-нибудь ягода, допустим, та же рябина красная. Как вы видите, наш салат готов. Подписывайтесь на мой канал. Узнавайте много нового. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал.